Есть вопрос? Есть вопрос? Один день ты рассказывал, что в Государе у него был один, что и один был осознан, другой был крылом, и доводил, и любил и верить. Какой способ был премьer? У него есть два слова следовать Мастеру. Быть преданным, следовать Ему? Или быть осознанным? Какой путь самый быстрый? Какой самый простой? Тут нет самого простого или быстрого. Просто это два пути. У кого-то ум, у кого-то сердце. Кто более умеет, тот больше идет с медитацией. Они осознанными, осознанными. В таком случае Будда... Ученики Будды были вот такими. Он им дал только одну технику. Он не говорил, вот пойди, танцуйте, не гадайте за эмоциями. Он только говорил, как наблюдать за умом. Есть люди, которые в основном женщины, но у мужчины тоже есть. У них другой путь. Любовь, нахождение с мастером, танцевать. Просто быть с ним, просто находиться в любви рядом с ним. Не нужна даже какая медитация. Ну что, любая медитация приводит во всем, как быть любимым. Ну, это не так, что мы постоянно в любви. Просто какие-то моменты у вас случаются. А когда у вас нет этих моментов в любви, просто будьте осознанными. Но это не значит, что если у вас более мужского такого типа, что вам только нужно медитировать. Нет, у вас два. внутри есть мужское и женское. У кого-то 80%. У кого-то 80%. У кого-то 90%. У кого-то 60%. У кого-то 80%. У кого-то, кто-то 90%. И если у вас есть медитация, то вы видите, что медитация мы используем. И мы используем несколько техник, иногда мы что-то активное делаем, сидячей медитацией спокойнее. И вот после этого у вас внутри будет праздновать, а после активных медитаций, наоборот, вы будете более спокойны. У вас два внутри есть. Не так, что вы должны развивать только... И mind should be very clean and perfect, clear, good, right, understanding. Он никогда не расслабляется, он всегда бежит куда-то. Вам нужно вернуться просто сердце, потому что только там расслабление настоящее. А вот людям, которые в сердце, если они постоянно в сердце, постоянно в любви, это тоже тяжело. Здесь одна история, был мастер такой, Нанак. Сикх. 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 1,000 лет назад. Сикх. 1,000 лет назад. Вот в его магазине он продавал сладости. И его отец в кого-то уезжал и позвал нам, говорит, я уезжаю, ты побудь в магазине. Вот он, Нанак открыл магазины. Прошли люди. И 13, в Hindi, означает терах. И так, с 13, он сказал терах, и ты. Терах, это означает ты. Терах, это означает ты. Терах, это означает ты. И вот как только он называл вот цифру 13, он забывал, говорил, ты, 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 и он забыл про это. И вот весь магазин потихоньку он раздал всем. Вечером пришел отец, смотрел на магазин, все продано, большой бизнес случился сегодня, прекрасно. Он открыл кассу, сколько там денег, посмотрел, только 13 человек заплатил, а все остальное. Он спросил, что случилось, и вот мама говорит, твое, 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 ты, ты, ты. И он все отдал. Он сказал, я не знаю, твое, ты, твое, твое. И его отец вот. Побил, да. Все, бизнес кончился, что ты сделал. Вот кто люди сильно в сердце, вот так вот может быть. Сердце большое, и у тебя вот в бизнесе, ты говоришь, на, забери. Отдаешься. Когда ты в сердце. Поэтому я вот говорю, и сердце, и у меня. Внутри у вас будет, да, но снаружи можете посмотреть. Все помнят Нанак. Миллион, миллион, миллион of people going behind him, follow him, he follows us. Но, he lost outside, everything. Когда вы в сердце, вы можете забыть про бизнес свой. И когда вы в сердце, вы тотально в доверии. Вы, вот думаете, чувствуете. Что, если что они хотят, то пусть то сделают. Надо быть, я покушаю. Как он хочет. Никаких жалоб. Помплей не так. То, если вы очень много любите, то вы можете забыть отстранения. Отстранения. Видео. Когда вы в сердце, вы... Минд can make outer thing. Когда вы в сердце пользуетесь, что ты ум, он, он хочет, чтобы он достигает чего-то... ...вздрачить, накапливать. Они считают, как 1 доллар, как 2 доллар, как 100 доллар, как 1 доллар, как миллион, все время считают. Они даже не отдыхают таким, все время считают. Ему все равно. Релаксation, не важно. Потихоньку, кто может забыть, что ему можно отдыхать. Потому что я могу спокойно, я могу жить, я могу жить, я не 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 могу жить. Деньги – это самая большая иллюзия. Очень быстро деньги вас приведут к неосознанности. Для чего вы зарабатываете деньги, вы можете забыть очень скоро? Вы забудете, как это наслаждаться, только деньги останутся. Потому что деньги и ум – это похожие между собой. Когда вы идете за деньгами, ум приходит. И это хорошо, для необходимости. Но если вот ваше расслабление закончилось, миллионеры, много денег, но у них нет расслабления. Но если у вас есть и деньги, и расслабление, тогда вы молодец. Но если пройдет. И когда у вас будет куча денег, но не будет расслабления, то вы будете славно прийти. Вы начнете отыскать, как мне наслаждаться жизнью, как стать более радостным, как расслабиться, как отдохнуть. Как я могу быть за пределами этого страдания и этой любви? Начнете искать. Будете искать вот эту медитацию, мастера. Поэтому вот, зарабатывайте деньги и медитируйте. Будьте Зорба Буддой. Не нужно бросать вещи, которые в социуме. Вот обычные люди, кто живут в социуме, они не думают о своем внутреннем, только вовне живут. А вот есть те, кто полностью бросают то, что снаружи все эти земные дела и уходят только вовнутрь. Ну вот во времена Будды с Анисиной, они были вот такими. Они все бросали, у них ничего не было ни семьи, ни имущества, ни работы, только внутри они. А вот когда был Ошо, ну вот он говорил тогда, что вы должны быть внутри, королем и снаружи. Но вот если вы будете делать только все снаружи, вы забудете про себя внутри. Вы должны уметь наслаждаться и снаружи, и внутри. Потому что иначе будет тяжелым. Поэтому сердце это вот внутреннее Будда, а ум это снаружи. И когда вот ваши две эти энергии идут правильно, вместе обе развиты. Тогда ваш ум вот снаружи будет работать очень правильно. Все, что вы будете делать, все будет правильно. Никакого хаоса. Вы знаете, что делать, что нет. Потому что ум вот спокойный. Потому что когда слишком много ума, не знаешь, что делать, что нет, куда идти. Ум это хорошо. Ум это машина. Если вы правильно используете машину, то очень хорошо. Но если вы постоянно используете машину. Нужно просто возвращаться в сердце. Возвращаться в свой центр. Ум это вот периферия. Когда нужно, выходите на периферию, занимайтесь делами. Но возвращайтесь в сердце, в свой центр. Когда вы снаружи будете и внутри одинаковыми, Все станет для вас. Во всем будет существование, во всем будет божественного. Ничего не будет, кроме божественного. Только сознание. Тогда вы как король изнаружи и внутрь. Тогда правильные вещи идут. Поэтому тот тип людей, кто больше в сердце, они больше поют, танзуют, плачут. А те, кто больше умеют, те больше медитируют. Иногда у вас случается, иногда вы больше в сердце, иногда больше в уме. Иногда ваша пускай часть, наоборот, сильнее. И обе части должны быть развиты. Как будто у вас два крыла. Как будто у вас два крыла. Если одно крыло не работает, вы не сможете улететь. Любовь и медитация. Любовь и медитация. Аверность и любовь вместе. И это не разница. Если вы идете только любовь и любовь, то вы достигаете. Если вы будете идти только любовь и любовь, вы рано или поздно выйдете и осознанно. Нужно вот эти две вещи развивать. Осознанность и любовь. Это вы знаете. Когда вы очень любите моменты. Даже если вы знаете, что вы медитаты. Но кто-то не медитает, кто-то нормальный. Вы знаете, что вы медитируете. И они любят. И они любят. Они не знают, что это бывает любовь. Они чувствуют себя в себе. Даже если, как они сейчас делают себя. Не запрет. Они также не знают, что такое любовь. И они себя чувствуют себя и своими. Когда вы в любви, приходит осознанность, или наоборот, когда вы в любви, приходит и в любви. Иногда с утра вы можете быть очень в любви, а вот осознанность может случиться чуть-чуть. Иногда вы медитаете, но вы гуляете по пляжу, или сидите в ресторане, когда вы в ресторане чувствуете любовь, 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 любовь. Это результат. Медитация. Медитация есть два типа. Мы используем двух техниках. Медитация есть два типа. Кто танцует, они любят, они идут с танцем. Но они в виду, но они в виду. Кто любит, они идут в виду. Но любовь придет. Люблю придет. Люблю придет. И двое ринг должно быть в порядке. Внутри как мера. Две вещи должны быть развиты. Снаружи и внутри. Две вещи должны быть развиты. Снаружи и внутри. Как Будда. Когда вы в外ном, открываете глаза, приходите, как вы очень делаете. Очень приятно. Очень приятно. Когда вы сами. Но когда вы закрываете глаза, ничего нет. Только принятие. Никого они нет. Только принятие. Открывайте глаза. Адкрывайте глаза. Не насгландайтесь. Счастливайте. Здесь окружается. На грех. Несколько прихatic. Если не подготовите глаз, на грех. Очень красиво. И все, на что вы смотрите, все очень красиво. Потому что ваша энергия более высокая, вы светитесь. Открывается вот голова, и это тоже самое дерево, но более зеленое, более красивое, светится. Это не так, что все вокруг, на самом деле, красивое, это у вас не только красота. Это ваша энергия красивая. Если вам плохо, то и все вокруг некрасивое. Это же самое лучшее место, плохое вам покажется. С плохим настроением, все не то. Просто делайте медитацию и делитесь любовью. Не держите любовь в себе, делитесь. Иисус говорит, у кого есть любовь и кто делится, у того еще больше будет. Если вы делитесь, отдаете, она будет приходить в еще большем количестве. С одной стороны она выходит из вас, а с другой стороны заходит еще больше. Вы уже соединены с океаном. И отдавайте как можно больше. Когда вы в любви, вы чувствуете себя вот прям, скажем, потому что ваша энергия выходит из вас и входит новая. А новая всегда хорошо. Лучше всего. А когда вот все одно и то уже, одно и то уже. Тогда нет радости. Если вы знаете, что ваша энергия должна быть новая, каждый момент будет новая и новая, то вы будете рады. Тогда вы можете наслаждаться. Поэтому нет вот такого, что для людей, кто в сердце или кто в уме больше, что быстрее и что проще. Просто вот есть два пути. Вот кто больше в сердце, кто более любящий. Для них вот легче танцевать, петь. А ум думает, что это такое танцевать, петь, плакать, что это? Это не духовность. Вот с людьми, кто в уме с ними вот такие мысли. А вот для человека, кто больше в сердце, вот сказать ему, сиди и наблюдай за дыханием. Никакого наслаждения для таких людей. Потому что два типа есть. И у них разные пути. И у них разные пути. Он просто хочет быть осознанным и осознанным и пытается быть осознанным. И если ты это скажешь медитатуру, не медитируй, он все равно будет делать. Потому что,ro he словно не treatments. Если слово не может быть brace, оно не помогает, то и он может быть dry. Очень dry, dry. Н forcément д wild face. ДIGHий. Как быть. Он буде очень межлендно. Он очень хорошо. Он должен быть в encouraged για вас. Он будет в органах сил. Вот когда человек много медитирует и не делится, он становится таким сухим, как будто. Не туда он чуть-чуть идет. Это может быть опасно для тех, кто медитирует, если он не делится. А для тех, кто любящий больше, кто в сердце, для них опасная вещь может случиться – это лень. Они думают, о, все, я нашел мастера, теперь ты этим занимаешься, твоя ответственность на это. Наша работа закончена, мы тебя нашли. Теперь это твоя работа. Теперь вот давай сделай нас классными. Им очень легко стать ленивыми, ничего сделать не хотят они. Все вот ждут, что что-то придет. Даже вот не с мастером, а просто в личной жизни это случается. Мужчину нашла и думаешь, принеси мне это, принеси мне то. Я буду просто вот тут принцессой сидеть, ничего не делать. А ты все делаешь. Если вот слишком ты в любви, вот ты даже говоришь, давай вот массаж мне сделай, чай принеси мне. Вот люди, кто в сердце, они могут за такое случиться, они могут стать нею. Но те, кто медитируют больше, из них может случиться то такое, что они не делают. Это какая-то ошибка значит, осознанность, осознанность это значит, что вы наслаждаетесь собой. У вас должно быть два крыла. И тогда вот можете лететь в небо. Два должны быть разные. Ну так, мы заканчиваем. Люди, кто делают ретрит, после ланча у вас будет леща. Сегодня танцевальная медитация будет Натрадж. Сначала танцуйте, потом расслабляйтесь. На сто процентов вы должны вот расслабиться и танцевать, просто отпустить свое тело. Когда вот нужно спокойно сесть, просто сядь и наблюдать. Не нужно быть наполовину. Вон стопроцентно давайте всём. Then energy wake up. With half-half energy not wake up. So when dance… только вы и ваше дело куда музыка вас вот ведет снатараж медитация name coming from Shiva sometimes Shiva dancing mostly sitting in Samadhi sometimes he is dancing also sometimes good mood coming when he with a Parvati and some movements coming nice before going feeling with each other meeting with each other looking at each other first make dance movements coming enjoying coming or when they together sometimes when he does we call him not Raj not Bhagwan not Raj my whole existence is dancing everything is dancing he dance means everything dance he sit then everything sit so like this wow